Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна, известный шоумен. Теперь у нас СМИ цитируют выпускников Дома-2. Один из них известный шоумен Рустам Солнцев. Высказывается он часто по разным поводам. И в частности, в данном случае высказался о певце Шаман. Я хочу сказать, что я последовательно выступаю в защиту этого исполнителя. Считаю, что это как глоток свежего воздуха для всей страны. Потому что 30 лет мы были свидетелями деградации эстрады и засилия поющих трусов. И только сейчас мы увидели достойного исполнителя, который нормально одевается. И который действительно поет песни, которые давно нужно было спеть. Которые своей идеей имеют объединение людей. Подъем патриотических настроений. И некую мораль, что такое хорошо и что такое плохо. Давно нужно было, чтобы из колонок молодежи звучали не какие-то псевдо-рэперы с матом-перематом. Два притопа, три прихлопа. И не поймешь, что они поют уже. А достойные молодые люди. Я надеюсь, что вслед за шаманом появится еще целая плеяда таких же талантливых молодых исполнителей. Значит, Рустам Солнцев вот что говорит. Он назвал Ярослава Дронова прихвостом и шкурой. Думайтесь на секундочку. Я понимаю ваши эмоции, да, слушайте. Значит, в России во все времена, говорит он, появлялись такие шкуры. За бабло они эксплуатируют образ некой русскости. Мол, я более русский, чем вы все. Вы скажете, зачем нам знать мнение какого-то выпускника Дома-2, друзья. Но он делал все в том, что транслирует свое мнение на значительную часть молодежи, которая отупела после просмотра этого проекта. Понимаете? И теперь, когда, значит, они видят или слышат его имя, они, собственно говоря, могут посмотреть. И какая-то хотя бы часть, есть надежда, поймет, что к чему на самом деле. Значит, Солнцев подметил, что россиян разводят, значит, шамана, шоумен называет эфиристом чистой воды, решившим, что сейчас настал его час. Вот что он говорит. Им же все равно, кому петь, кому низко кланяться, что исполнять. Гудков тонко подметил конкретного лицемера и четко его подсветил. У меня только один вопрос к Солнцеву. Солнцев, вы тоже узкий, как и Гудков? Просто вопрос. Если да, то тогда вопрос понятен. Тогда, в общем-то говоря, ваш интерес ясен. И поддержка Гудкова тоже понятна. Помня несколько, так сказать, ваших выступлений, я подозреваю, что вы тоже узкий. Тоже узкий. Но я так понимаю, что вы куда-то уехали. То ли в Америку, то ли еще куда-то. Тоже после начала операции. И оттуда теперь говорите. Что я хочу сказать. Страна запомнит шамана, но не запомнит вас. И он будет петь гимн страны, Российская Федерация. Великий страны с тысячелетней историей. Пока вы отсиживаетесь там же, где скоро же будет и Гудков. Поэтому все эти слова для истинных ценителей таланта, певца-шаман, являются не более, чем пуком в туалете с выключенным светом. Вот реакции больше быть никакой не может. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика. И не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.